А вы за все 25 лет не видели родных? Последний раз они приезжали в 2000 году, когда я в Казани сидел. Владимиру Шаху 44 года. Большую часть своей жизни он провел за колючей проволокой. В 19 лет разом убил четверых человек. В квартире там ситуация такая нехорошая пошла. И все. Получается в состоянии алкогольного? Нет. Я трезвый был. Просто поссорились. На воле Владимир работал на кладбище, рыл ямы. Но получилось, что вырыл ее себе. В 1998 году суд приговорил молодого парня к смертной казни. Целый год он ждал, пока за ним придут. Там-то когда уже на коридоре под приговором, ну уже вообще ни о чем не думать. Ты уже все это смирился, кто с тобой будет и все. Нам вообще ничего не говорят. Мы просто ждем приговора. Он будет прийти каждый день? Да. Ты можешь год, два, пять, семь лет отсидеть, пока про тебя не вспомнят. Чтобы отвлечься, Владимир читал все подряд. На его счету тысячи прочитанных книг. В основном фантастика. Видимо, не зря. Почти фантастический случай произошел и в его жизни. В 1999 году смертный приговор мужчине заменили на 25 лет лишения свободы. Какие чувства были в этот момент? Меня потряхило, это хорошо. Была ли возможность выйти по УДО или это невозможно? Почему? Была. Вы подавали? Нет. Почему? Ну, как сказать, почему? В какой-то мере социальная справедливость должна быть. Да, натворил и все. Поэтому я на смягчение срока никогда не писал. Вернуться в семью к маме и сестре сейчас все мысли только об этом, рассказывает мужчина. Его родные проживают в набережных Челнах. Путь не близкий. Волонтеры к освобождению подготовили небольшой презент Владимиру. Сотовый телефон, который он ни разу не держал в руках. И теплые ботинки. Социальную помощь освобожденным оказывает общественный совет при УФСИН. Наш волонтер приедет, его встретит для того, чтобы сопроводить до вокзала. Может быть, провести какой-то экскурс по городу, потому что человек долгое время находился в заключении и практически попадает как на другую планету. В колонии Владимир получил не только урок жизни, но и реальную профессию. Смастерить из дерева сегодня может абсолютно любую вещь. Кстати, 25 лет назад вместе с ним в тюрьме смертной казни ждали 14 преступников. Девятерым приговор заменили на пожизненное заключение. Лишь четверым дали шанс начать все заново, пусть и спустя столько времени. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.